Привет всем! Многие, наверное, знают или догадываются, чем отличаются нормальные обзорщики-влогеры от обычных покупателей. Нет? Отличие в том, что мы иногда заказываем заблаговременно гнилой товар и тестим его для того, чтобы вы потом на него не нарвались, а покупали то, что нами уже проверено и протестировано не одним днём. Так к чему же это вступление? Да к тому, что сегодня у нас клон всем известного и вполне достойного смарт-зарядного устройства LiTocala Li500 и название этой реплики Fikido F4 Plus. У меня на столе лежит коробка с абсолютно новой LiTocala Li500 в полной комплектации и только что полученная по почте коробка с Fikido F4 Plus. Давайте сравним. Вес LiTocala Li500 в полной комплектации 473 грамма и Fikido 377 на 100 грамм. Я правда не знаю полная комплектация здесь или нет, но у продавца она была полной. Давайте откроем Fikido. Вот она наша Fikido. Ну в принципе она аналогична LiTocala Li500 вот с этой стороны. Смотрите, ну что ж смотрим комплектацию. Ух ты, она даже еще и запакована ребят, вот так-то ее никто не открывал. И тут тоже скотч, значит соответственно и здесь скотч. Ну что ж коробка здесь даже интересней, чем у LiTocala. Открываем сразу нашу LiTocala. Тут коробочка попроще, зато потолще. Узер мануал, одинаковая как у LiTocala, так и у Fikido. Блок питания 12В 2А. И давайте откроем блок питания LiTocala. Вы знаете одинаково по размеру, но LiTocala тяжелее. Здесь что написано, тоже 12В 2А, то есть в принципе все аналогично. Давайте я взвешу снова, просто даже интересно. Так это у нас Fikido 90 грамм и LiTocala 126 на 36 грамм. Так вижу, что здесь нет такой провод должен быть, а здесь его нет. Смотрим, все заклеено, кнопочки вроде бы все работают, тоже может использоваться как поварбанк по идее. и оставляем на столе только самое необходимое. Давайте снова взвесим, интересно. LiTocala Li 500 210 грамм, и Fikido F4 Plus 200 грамм, ну практически одинаково, 10 грамм разница. Видите как сделали расположение? LiTocala вот так, вот аккумуляторы мы вставляем вот так, а здесь мы вставляем вот так, все вроде ходит. Хочу сказать, что вот эта зарядка в среднем стоит 20 баксов, а вот эта зарядка 10 баксов. Смотрим на эту сторону, ну смотрите, практически все-все-все идентично. Fikido сделано тоже ничего, косяков пока я не наблюдаю. Хорошо, давайте включать. У Fikido загорается огонечек вот такой синенький, видите? Ну, ну так как и должно быть. Давайте откручиваем LiTocala, у LiTocala ничего не загорается. Чуть темнее здесь горит, здесь ярче, табло ярче. Давайте попробуем вставить ACK. Вставляем, давайте так, раз, два, три и четыре. Ну что ж, все четыре слота работают, всё чётко, как видим. Вот Nord Test поставили. Ну что ж, зарядка работает, я вам скажу. Я не видел на неё обзора на Ютубе, видел только такие, знаете, любительские, там как на смартфон, на телефон какой-то снято, непонятно, там какие-то болты у него непонятные, он обсирает эту фикиду. Сейчас вроде как всё, вроде как заряжается. Давайте посмотрим, давайте посмотрим, как она на 2700 возьмёт аккумулятор. Ну что ж, пока всё работает, я не могу сказать, что она не работает, ребят, я почему-то думал, что она вообще работать не будет. За 10 баксов, за 10 баксов работает прекрасно, ну вот так-то вот вам и фикида. Честно сказать, мне нравится зарядка за такие-то бабки, смарт-зарядное устройство, за такие-то дешёвые копейки. Может быть она, конечно, что-то косяков каких-то даст, вот и зарядка пошла, давайте подождём вот эти. Не знаю, ребят, пока мне всё нравится. То есть, в принципе, покупать вот эту вот вещь за 10 баксов можно и нужно. Если она у вас работать не будет, сразу естественно можно открыть спор и выиграть его на Алиэкспресс. Но я б не сказал, косяков нет, вес их одинаковый, единственное, вот этих вот чуть-чуть разный, похуже видать, вот этот блок питания. Ну вот перетекло и сюда, и сюда, всё, зарядка пошла. Не знаю, я пока доволен. Нормально всё, ну-ка, а вот так, пожалуйста, ну-ка попробуем сделать, допустим, её повербанком. Сейчас я смартфончик возьму и включаем. Ну что ж, зарядка пошла на смартфоне. То есть, как повербанк тоже работает. Не знаю, может быть кому-то попадаются плохие, но мне попалось, видите, ничего. Единственный косяк со стороны продавца, то, что он не положил, вот этот вот переходник на прикуриватель. Ну, по крайней мере за 10 баксов я, наверное, всё-таки ему его прощу. При распаковке никаких косяков не обнаружено. За 10 баксов устройство просто с огонь, замечательно. На этом всё, спасибо, пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до новых встреч!